12 сентября Volkswagen представил обновленный компактный кроссовер Taos 2025 года. Хотя это не полноценное новое поколение, Taos получил больше, чем обычные изменения. Скромный редизайн экстерьера придает автомобилю современный вид в стиле актуальных моделей бренда, делая его более узнаваемым на дороге. Внутри салон также порадует новыми деталями и усовершенствованной эргономикой. Главная же изюминка – это мощный двигатель, который обещает больше драйва и уверенности на любой трассе. Обновленный Volkswagen Taos 2025 года приковывает взгляды с первых секунд благодаря изменениям в дизайне. Передняя часть автомобиля стала еще выразительнее новый бампер. Стильная решетка радиатора, которая переместилась ниже с доступной световой полосой и адаптивные светодиодные фары, входящие в стандартную комплектацию, придают автомобилю современный динамичный облик. Сзади переделаны интегрированные светодиодные фонари, соединяющиеся стильной светодиодной полосой и посредине подсвеченный логотип Volkswagen. Цветовая палитра теперь включает три новых оттенка – зеленый, голубой и серый. Для поклонников стильных решений кроссовер предлагает обновленные колесные диски от 17 до 19 дюймов, что идеально дополняет экстерьер. Особого внимания заслуживает версия Black, которая продолжает тренд 2024 года, предлагая черную крышу. Отделку интерьера и уникальные колесные диски – 18 дюймов для переднеприводных и 19 дюймов для полноприводных версий. Компактный кроссовер сохраняет свои прежние размеры, что делает его отличным выбором для городских и загородных поездок. Длина автомобиля составляет 4465 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1635 мм. Хотя клиренс пока не указан, можно ожидать, что он будет варьироваться в пределах от 170 до 193 мм, как и у предыдущей модели, в зависимости от комплектации. Это делает его пригодным для легкого бездорожья, а также для уверенного передвижения по городским улицам. Обновление трансмиссии небольшого кроссовера привносит значительные изменения, которые могут особенно заинтересовать тех, кто ценит производительность и плавность хода. Хотя кроссовер по-прежнему оснащен знакомым турбированным полтора-литровым четырехцилиндровым двигателем, инженеры сделали ряд улучшений. Новые поршневые кольца, более эффективные форсунки, увеличенный интеркулер и новый корпус турбины – все это позволило увеличить мощность до 174 лошадиных сил. Это на 16 лошадей больше по сравнению с предыдущей версией. Но увеличенная мощность – это далеко не все, что привлекает внимание в обновленном Таус. Существенные изменения коснулись трансмиссии. Теперь полноприводные версии получат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая раньше была доступна только для переднеприводных моделей. Заменив прежнюю семиступенчатую коробку с двойным сцеплением DSG. Это решение возникло не случайно. Многие водители жаловались на резкие и неуклюжие переключения передач в предыдущей версии. По словам Volkswagen, это обновление было одним из самых частых запросов покупателей, ведь новая коробка обеспечивает более плавную и отзывчивую езду. Крутящий момент 250 Нм остался прежним, но доработанная кривая его распределения может подарить Таус ощутимое улучшение в динамике разгона. Для понимания общей картины, предыдущая 158-сильная версия Таус разгоняется до 100 км в час всего за 7,5 секунды с передним приводом. И на 1,1 секунды медленнее в полноприводной версии. Volkswagen пока не озвучил окончательные данные по экономии топлива для обновленного Таус 2025 года, но обещает, что показатели как минимум сохранятся на уровне прошлогодних или даже улучшатся. Напомним, что его предшественник в переднеприводной версии расходовал всего 6 литров на 100 км при скорости 120 км в час. В то время как полноприводная модель демонстрировала немного больше аппетит – чуть более 7 литров. Ожидания высоки и Volkswagen уверен, что новый Таус продолжит впечатлять своей экономичностью. Внутри обновленного Volkswagen Таус царит свежий и элегантный стиль, который выделяет его из ряда конкурентов. Новый интерьер с более светлой нижней панелью приборов привносит яркость и современность, смягчая прежнее обилие серого. Контрастный цвет распространился и на дверные панели, которые теперь обтянуты мягким кожзаменителем с изысканным рисунком строчки, варьирующимся в зависимости от отделки. Новая панель приборов с плавающим 8-дюймовым центральным сенсорным экраном, который теперь стандартен для всей линейки, заменяет прежний 6,5-дюймовый экран. Это обновление сделало верхнюю панель приборов более современным и функциональным. Вместо трех вращающихся рукояток для климат-контроля теперь используется новая с сенсорными ползунками. Базовая модель включает проводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а более дорогие комплектации предлагают беспроводное дублирование телефона, голосовое управление и спутниковое радио. Также стоит отметить улучшенную шумоизоляцию, которая делает поездки более комфортными, как заявляет производитель. Хотя точный объем багажника пока не озвучен, можно ожидать, что он останется прежним. Это значит, что за задними сидениями вас по-прежнему ждет внушительное пространство в 790 литров, что идеально для повседневных нужд. Для больших поездок или перевозки объемных грузов, сложив задние сидения, вы получите впечатляющие 1866 литров. В новом Тауз 2025 года каждый элемент пронизан заботой о комфорте и безопасности водителя. Кроссовер предлагает целый арсенал передовых вспомогательных систем Travel Assist, который удерживает вас в центре полосы при активном круиз-контроле. Сближение при парковке спереди и сзади – Park Distance Control для легкости при парковке, а также систему предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при торможении. Незабыты и системы предупреждения о движении сзади, которые теперь входят в стандартную комплектацию. Дополняют картину адаптивные передние фары и двухзонный автоматический климат-контроль, обеспечивая непревзойденный комфорт в любых условиях. Volkswagen пока держит интригу относительно цены нового Taos, который готовится к дебюту в этом году. Неопределенность вокруг стоимости только подогревает интерес, особенно учитывая, что обновленная версия, скорее всего, будет стоить дороже текущей модели, стартующей от 25 420 долларов за базовый переднеприводный вариант. Полные детали и точную цену мы сможем узнать только ближе к дате старта продаж. Taos 2025 обещает стать захватывающим шагом вперед для самого маленького кроссовера компании. С учетом обновленного дизайна, улучшенного интерьера и более мощного двигателя, этот кроссовер готов привлечь еще больше поклонников. На рынке США продажи Taos в среднем составляли около 60 тысяч единиц в год с момента его дебюта в 2022 году. Новый Taos, несомненно, постарается не только сохранить, но и приумножить эту популярность, укрепляя свои позиции среди компактных кроссоверов. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах!